МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Головная елка в области. Новогодняя свята собрала в Гомельском цирку омаль полторы тысячи детей из усяго региона. У дитячий сад не выходят шыз дому. Сегодня у Гомеля открылась уникальная дошкольная установа адукации. Жахары Светлогорского района скардятся на неприемный пах у поветры. Те есть небезпека. За отказом наши корреспонденты накеровались на целелозно-кордонный комбинат. Сустракаем Новый год разом. Магазины протягивают режим работы и пропануют скидки. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Беларуси робеце все махчимое, как дети жили у миры и гонорились своей краиной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на новогоднем святе для студентов и вучни, уякие досягнули особливых поспехов в учебе, творчестве и спорте. У новогодней сустрече с керавником державы приняли у дел 250 молодых людей, из которых 190 – студенты ВНУ, 60 – навученцы установ в средней специальной, профессийно-технической и агульной средней адукации. Александр Лукашенко повиншовал навученцев с надыходящим Новым годом и пожадал им заставаться за все ды такими шталиновитыми и разумными, якими они з'являются теперь. Доброчинное новогоднее свято собрало сегодня у Гомельским цирку детей из усих кутков в области, а 10 самых одоранных отрымали у знагороды от старшини Аблу и Канкама у Владимира Дворника. Чаронная каска сустрекала детей и дорослых одразу у фойе. Подробязности у наступным сюжете. Глядяши на радостных и у схваляванных детей, верыш каска и снуе. Сегодня у вечеронном сюжете удельничали амаль полторы тысячи хлопчиков и девочек, веселых, шумных, узбудораженных чеканием свято. Тых, кто стал переможцем международных, областных, республиканских творческих конкурсов и спортивных мероприемствов. На свято запросили детей-инвалидов, сироты, деток с малозабеспеченных, шмадетных и приемных семьях. Тых, кем гонораться и тых, кому готовы да помахчим. Я считаю, что меня сюда пригласили за то, что я участвовала в областной олимпиаде по математике и заняла диплом третьей степени. Я горжусь и очень рада, что сюда попала, что меня пригласили сюда. Меня позвали сюда за то, что я рассказала презентацию о Леухине. А кто это такой? Леухин это был такой герой Советского Союза. Я хочу увидеть, что там, надеюсь, что там будут животные. Поздравляю с Новым годом своих друзей, семью, родственников и всей планеты. А пожелать? Не пожелаешь так? И желаю, чтобы они жили в мире и гармонии. Алина Аникенко с тех детей, на которых и окажет, тримается школа. И она принимает дело во всех творческих и спортивных мероприемствах. Причем завсюди за довольнением. Узнагороду за свои шматлики талент из рук старшины Абл-Ваканкама Владимира Дворника примая зудяшностью и хваляванием. Такая состреча для ее первая. Я с пятого класса участвовала в Олимпиаде на движении по немецкому языку. Участвовала также в Олимпиаде по предмету как химия. Также я принимаю участие во всеразличных музыкальных соревнованиях, в спортивных соревнованиях, принимаю участие. И школьные какие-то организации, мероприятия. Я тоже веду и помогаю в школе заниматься всем этим. Подчас своего выступления Владимир Дворник выразил удерженность усим наставникам и батькам, чие плен и клопот приносят такие выники. Все лето дети Гомельщины привезли из республиканских конкурсов и фестивалей клят трех тысяч дипломов. За каждым досягнением – великая праца, узнагородженная радостью пирамоги. Для меня очень важно поблагодарить сегодня и дать возможность, чтобы наши дети развивались дальше. Ну и, конечно, органы власти всегда так было, есть и будет, когда мы все делаем для того, чтобы дать возможность, чтобы все дети развивались в одинаковых условиях. И особую заботу проявляем для тех детей, которые сегодня остались без попечения родителей. Поэтому мы стараемся тоже выехать, все возможности органов власти выехать к детям, поздравить, вручить подарки и создать такие хорошие семейные условия в эти праздничные дни. После шаронного спектакля, который перенес детей и дорослых в перед новогоднюю казку, началось цирковое представление с живелами, убачить яких такмару Микита Хортов и филигранным мастерством кожного артиста. Потому что самое доброе, что можно подарить детям, это застанется с ними на все житие, счастливое и полное ярких уражений и светлых вспоминок детства. Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадио компания «Угомель». Угомель сегодня урочиста открыли первый украинский детский сад в Шмат-Поверховцы. Проект закликанный вырошить проблему с недохопом дошкольных установ в районах Новобудовлев. Батьки и дети уже оценили ноу-хау, а городские улады зарабили анонс новых подобных проектов. Настасья Кучинская протягня. Отклютью гэтага садка у Гомеля – соправдная падея республиканского масштабу. Проблема недохопу садов у микрорайонах Новобудовлев актуальная для усих буйных городов. Новые дамы растут, я грыбы, пасля дождю. Инфраструктура за гэтыми масштабами видовочна не поспевая. Тому за гомельским экспериментом назирая уся краина. Мы к этому шли не один льгот. Да, надо было убедить все соответствующие министерства, ведомства в том, что здесь будут соблюдены все необходимые требования для детей. Ну и частично эти какие-то нормы были упорядочены, немножко отрегулированы с помощью министерств. У садку есть все-все необходная столовая, спальные покои, залы для гимнастики и занятка музыкой. Побыч веранды для гульня, угрок транспорту по периметре выключены. Территория огорожена. Калитки закрываются, поэтому видеонаблюдения установлены. Поэтому со стороны безопасности детей, я думаю, здесь все будет в порядке. Новый садок – соправданный новогодний суд для жихаров 19-го микрорайона Гомеля. Проблема кроковой доступности дошкольных установ у микрорайона стоит в остро. Новый детячий сад – Яед Шасткова, Алевы Рошая. И он различен на 60 местов. Будут спрацовать три группы по 20 детей у Кожной. Красиво все новенькое, дети довольны. Очень понравилось нам, как встретили, очень понравилось все, как сделано. Будовництво звычайного детячего сада обыходится, прикладно, у 8 миллионов рублей. Это побудовали за полтора. Городскому бюджету садок, дарыча, амальничоха не каштавал. Подару на городу зарабил забудовщик – Гомельский домобудовничий комбинат. Подобные садки при первой махшимости плануют побудовать в 164, 94, 96 и 59 микрорайонах Гомеля. Коли проект опынится по спяховым, аналогичный опыт могут распаусюдить и на иншие регионы краины. Настасия Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель. До инших тем. Один из самых масштабных инвестиционных проектов региона – Будовництво Светлахорского целлюлозно-кардонного комбината – вышел на финишную промую. Прикладно, месяц тому начались пусконаладочные работы. Одночасово от жихаров ближайшие вёстки Якимова Слабада стали поступать скарги на неприемный пах у поветры. По их словах, виной усяму – выкиды нового предприемства. Некоторые люди упевнены, что газ неведомого химичного склада пахражает их здоровью. Наши корреспонденты отправились на предприемство, как доведаться, циёсь подставы для опасения. Круг за кроком уникальный для Беларуси объект идёт до полномасштабного запуску. Пакуль же ведутся пусконаладочные работы, вытворчий процесс ожитявляется неуполный моц. С конвейерной линии сошла только первая тысяча тонн продукции. Одночасово с початком её выпуску у неба над комбинатом стали подниматься клубы неведомого дыму. А разом с ним Новоколин напомнил зъедливый неприемный пах. Тебя спешных – это для мясовых жихаров. За отказом на это пытание накируемся на предприемство. Люди воспринимают те испарения, которые здесь есть, за выбросы каких-то дурнопахнущих газов. Это, по большому счёту, это не так. Вот то, что мы видим, там парит, вот здесь парит. Это в большей части и есть пар. Пар водяной. Потому что вот если с этой стороны, там у нас стоит приспад. А процесс сушки целлюлозы, он и происходит в результате испарения воды из целлюлозной массы. И это на самом деле вода. По куле дуть пусконаладочные работы, проверяется справность кожной системы и кожной линии по особку. По куле не проверить усё, целиком завод не запустить. Процесс зойми ясчекаля двух тыднев. И вельми важное звено цикла – содорегенерационный котёл, призначенный для полных оспаливания специфичных выкидов завода, будет запущено только по завершине этапу проверки. Настоящий содорегенерационный котёл, он предназначен для того, чтобы мы все эти дурнопахнущие вещества сожгли в нём до нейтрального состояния. И этих вопросов сняли с повестки дня. Выходит, холодный агрегат, який отказывает за свежесть поветра, не працуе. Однако вытворчесть частково запустили. Сдавалось бы, у этого и крыется причина неприемных водоров. А если пахнет, значит, это не безопасно. Логика простая, однако экологи и специалисты санитарной службы только её и не довирают. Свой контроль за працией завода яны ведут что день при допомозе специальных лабораторных обсталявания. На данный момент контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе осуществляется лабораторией Зонального центра гигиен-эмпидемиологии города Светлогорска. И превышение по загрязняющим веществам, по которым они аккредитованы проводить замеры, не было зафиксировано. Ежедневно производится отбор проб на качество состояния атмосферного воздуха. Это в городе Светлогорск. По результатам наблюдения состояние воздуха находится в удовлетворительном состоянии. Показатели не превышают установленных нормативов. И обстановка находится под контролем. Это центральный пульт кирования. Усё по опошним слове техники. За компьютерами замежные специалисты ведущих компаний свету. Белорусские проймают в опыт, проходят навучения. По оценке эколога у системы контроля за нормами. С усветного узровняю похвалиться такое могут навод не усе европейские предприемства. И у Светлогорска узровень докладности максимальный. По сутностях, это онлайн-система, якая проводит мониторинг, что секундно. Усяго на предприемстве 12 газоочищальных установок, яны працуют на усех этапах вытворшего процессу, где махчимы вылучению атмосферу небеспечных газов. Практично весь вытворчий процесс автоматизованный. Верогодность помылки минимальная. Хочу заверить всех жителей в том, что все вопросы экологической безопасности в проекте предусмотрены. Нашими техническими специалистами на стадии разработки, обоснования инвестирования были изучены лучшие доступные технологии в мире по производству данного вида продукции и по данной технологии. Те стандарты европейские, мировые, они на сегодняшний день еще слабее, чем белорусские. Белорусское законодательство в части экологии более жесткое. И все ж, шаму, при выконании усех санитарных норм, мясовые жахары скарзятся на неприемный пах. Оказывается, справа у тым, что человек, сдольный успромать пах, навод кали у поветры, знаходится одна тысячная миллиграмма химичного речева. А гэта у тысячу разов менее граничной допущальной нормы. Тым не меньш хай и не шкодны, але усё ж неприемный пах, по словах керавництва завода, часовая незручность. У ближайшие два тыдни пусконаладочные работы на комбинате будут завершены. А значит, сердце завода, якое отказывая за свежесть по ветру, забьется у полную моц. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Гомель», Светлогорский район. Инициативные группы начали сбор подписов за кандидатов у депутатов мясовых советов. Найбольшей значной активностью при этом вызначаются грамадяне, которые имеют намер вылучить кандидатов у сельские советы. Олег Сенсеров наведал Будакашалевский район. По околкости населенных пунктов Будакашалевский район на Гомельщине, самый великий – 232. И хоть у некоторых проживающих по некольким человекам, есть мягчимость принять удел в голосовании, повинен каждым. До речи, 18 лютого в районе у Советы Розных в Узровню необходимо брать больше 200 депутатов. Сегодня для проведения выборов депутатов мясовых советов в Будакашалевском районе утверждено 37 участков для голосования. Зараз тут и для оформления кутков выборщиков, где после регистрации кандидатов обовязково заявится биографию всех претендентов, учезавши свои голосы, дадут за тык, кто сдольный выражать реальные проблемы. Головная задача депутата районного совета, директора дорожно-работно-будовничьего управления номер 184 Александра Кудельки – подтримка в належном стане местовых дорог. Олег Калераней основное финансование накировалось на трассе республиканского значения. То, сгодно с доручением президента краины, теперь ориентиры изменяются. Александр Куделька каже, что для выканания этого доручения и у системы Акчима Сеутымлюков квалификованы специалисты и материальная база. Наши мощности этому позволяют. У нас есть свой асфальтобетонный завод на два смесителя, своя вот мойка щебня, свой железнодорожный путь. Вагоны приходят с материалами прямо сюда. То есть не так, как у некоторых организаций, надо еще автовозки откуда-то далеко везти. Ну, то есть, все для этого есть. Потримка в належном стане местовых дорог, постоянный клопот и для старшины Рогинского сельсовета Валентины Семеновой. На этой посаде я на всего полтора года ранее працевала наместником директора сельгазподприемства. Спочатку каже, было ведь не просто, а я потребуюсь помощники, которые сегодня есть во всех 11 везках Совета. Надо там подкосить, или автолавка не может подъехать, или в автолавке мало продуктов. Мы решаем вот эти вопросы вместе со старостями. Выезжаем на территорию населенного пункта, делаем собрание граждан с ними, советуемся, что будем делать. Депутаты, выбранные в Будокашалевском районе, люди у Вогулі активные и инициативные. На святе, с нагодом на доходящих Нового года, у Рогинской больницы Сястринского догляду, одразу четыре депутата розного узровня Совета Республики, Национального Сходу, Районного и Сельского Советов. Пациентам этой установы увага потребна особлива, шмат кто зык, немая родных, некоторые проводят у больницы по некольких годов. Ся род выступающих артыстов, директор Местового Центра Народной Творчести и депутат Районного Совета с 10-годовым стажем Татьяна Сорокина. К рыху позднее она проведе одну започных перед новогодних репетиций с уденниками детячих коллективов. 31-го студеня у Центра пройдя Великий Святочный Концерт, где будут выконываться как сучасные песни, так и старожитные спелые танцы. Для директора это одна из основных задач – захование и популяризация мясовых народных традиций. Для нас главное – это, конечно, белорусские традиции, местный фольклор, вот это вот все развивать и как-то сохранить, в первую очередь, развивать и при этом научить наше младшее поколение, чтобы они знали наши обряды, традиции и обычаи. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Бутакашалевский район. Каб люди больше охвотно удельничали у культурных мероприемствах, их необходимо зацикавить. Это зрозумело. А вот каким чином это делать, обмерковали на коллеге Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодых облывы конкама. Официйное мероприемство прошло в режиме видеоселектора. С уделом представителей всех районов проанализовали организацию работы по створению умов для самореализации молодых у тем лику по замоцованию молодых специалистов. А так само оценили выполнение государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы. До речи, планы программы отрымалось первое выконать, однако по силу это оказалось не всем областям. По некоторых показчиках, наш регион на верхних позициях. На прикладу «Галине культуры» мы займаем другое место пасля Брестской в области по росте объему пазубюджетных доходов. Так само знаходимся на другой позиции по сумме, якую у сяредним кожный жахар тратить на наведывание культурных мероприемствов. Гэта каля 11 рублёв на человека. Нас опередживает тольки Гродзинская в область. Але задача гэта не тольки падлик доходов. Важно, каб кожный жахар региона меу не просто доступ до местов культурного отпочинку, але жаданне их наведвать. Проводять мероприемствы треба креативно, неординарно и люди с задавальненем покинуть свои кватеры и сусвет гаджетов, деля живых ураженев и цикавых отпочинку. Напереды дни Нового года шмат якие магазины Гомеля протягнули час работы минимум на годину. Зато я першага студене частка гандлёвых объекта открыцца на годину две познечим звычайна. Некоторые магазины уасновным те, что продают не харчовые, товары. Первого студеня будуть закрыты. Гэта тычится у першую чергу буйных гандлёвых центров и рынков. А кроме того, для некоторых категорий грамадян, ветеранов, пенсионеров, шмат детных семьях, в шмат яких гандлёвых объектах продугледжены скидки. Больш подробязная информация размещена на сайте Гарбы Канкама на сторонце Сустракаем Новый год разом. Гэта и атак само иншая новинная, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить Михаил Садоуский.